Новости с Украины, бывшие в первых строчках всех мировых агентств еще год назад, к середине года явно стали уходить на второй план. За атаками террористов, экономическим штормом, битвами на Ближнем Востоке, все, что происходило на востоке Украины, кажется уже очень далеким. Ночные бдения в Минске ради подписания протоколов о прекращении огня в Донбассе, споры комиссии, расследовавших гибель малазийского Боинга, бои с Дебальцева. А ведь это тоже этот год, и украинские проблемы не делись никуда. Разрушена экономика, скандалы во властных командах, рейтинг президента Порошенко, упавший с 47 до 17, то есть ниже, чем у Януковича перед переворотом. Обещание крымско-татарских экстремистов атаковать Крым с суши и моря, отказ платить по долгам и преддефолтные состояния. Ведь 31 декабря Москва собирается подать в британский суд, требуя от Киева вернуть 3 миллиарда долларов. С 1 января зона свободной торговли с Россией для Украины превратится в зону таможенных пошлин. Пусть льготных, но платить придется. Украина войдет в европейскую экономическую зону. Моя коллега Наталья Юрьева подводила итоги, что там на Украине за этот год. Новый 2016 год на Украине встретят бессоветского шампанского. Оно запрещено как символ коммунистического прошлого и, похоже, без иронии судьбы. В фильме играет Валентина Талызина из черного списка российских деятелей культуры, составленного властями. По их же мнению, украинцы неправильно отмечают даже Рождество. Секретарь Совбеза Турчинов предложил перенести этот праздник на Украине 7 января на 25 декабря, чтобы было, цитата, как у цивилизованных стран. Впрочем, что касается уходящего 2015-го, цивилизованно ни встретить его, ни провести Украине не удалось. Год начался с массированного обстрела городов Донбасса. Били по Горловке, Донецку, Мариуполю. В середине января возобновились ожесточенные бои из-за Донецкий аэропорт. Но уже к 21 января его взяли ополченцы. В этот же день украинский президент попытался одержать победу хотя бы на фронте информационном. Приехал на экономический форум в Давос с жестью в руках. Куском автобуса, расстрелянного под поселком Волноваха. У меня в руках часть автобуса из Волновахи со следами фрагментов российских ракет, которые бьют по моему народу. И для меня это символ. Символ террористической атаки против моей страны. Такой же символ, как Шарли Эбдо. Порошенко не мог не знать. Сотрудники миссии ОБСЕ уже установили автобус. Волновахи обстреляли с территории, подконтрольной украинским военным. На следующий же день после этой речи минометный огонь накрывает остановку в Донецке. 15 погибших, десятки раненых и сотни свидетельств. Мины летели со стороны старого Крыма, который опять же под контролем украинской армии. Показательно молчит западная пресса, растиражировавшая накануне обвинения украинского президента по поводу похожей трагедии в Волновахе. Не рассказывает и о найденных в развалинах жилых домов осколках от снарядов американского производства. Официально НАТО не поставляет летальное оружие украинским силовикам, которые обстреливают мирных жителей. Из минометов бьют по очереди за гуманитарной помощью в Донецке. Киев применяет на юго-востоке все модификации РСЗО. Ураган, град, смерч с кассетными боеприпасами. Что за боеприпасы, как считаете? В нарушение международных норм украинские военнослужащие прикрываются Красным Крестом. Буксируют пушки с санитарными машинами. На них же перебрасывают десант и диверсионные группы. Внутри только сидячие места и оборудованные бойницы, чтобы стрелять на ходу. Только по данным ООН на войне в Донбассе погибли более 9 тысяч человек. Еще более 20 тысяч пострадали. Да, это моя мама. Это моя мама была. Символом крупнейшего поражения украинской армии становится Дебальцевский котел. В конце января в нем оказались около 8 тысяч украинских военных. Они сдаются целыми батальонами, оставляя знамена, бронежилеты, так легче бежать, технику и вооружение. Количество брошенных боеприпасов измеряется грузовиками. Не спасают даже созданные указами Рады за градотряды. На переговорах нормандской четверки в Минске Порошенко отрицает само существование Дебальцевского котла, уверяя, ситуация под контролем. По данным ополченцев, в котле погибло 3088 украинских военнослужащих. Но Порошенко настаивает это организованный вывод войск и техники. По всей стране митинги жены матерей. Они осаждают военкоматы и требуют остановить мобилизацию. До каких пор будут издевать нас, наши правители? Бегство от призыва на Украине становится чем-то вроде национального спорта. Бегут иногда целыми деревнями. Например, жители Силаконих и Казовского района нанимают два автобуса и уезжают на них в Россию. Признаются официально, мобилизация провалилась даже на западе страны. Хрупкое перемирие, достигнутое в Минске 12 февраля, постоянно нарушается. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют по тысяче взрывов в неделю. Не просто идет отвод вооружений. Стороны обвиняют друг друга в неисполнении минских договоренностей. С проблемами проходит и обмен военнопленными. Украинские силовики постоянно привозят меньше людей, чем представители ЛНР и ДНР. При этом, если украинские военнопленные возвращаются сытыми, одетыми и подлеченными, то пленные ополченцы едва стоят на ногах и рассказывают о пытках. А язык, зубы на месте? Просто очень болит, да? Есть! То есть это потому, что вас били? Боевики батальона «Азов» называют мир предательством национального. И продолжают бой под Широкино. Это горячая точка во время перемирия. Под обстрел попадают даже врачи миссии ОБСЕ, которые передвигаются по заранее согласованному маршруту. Киев не контролирует ни отряды националистов, ни олигархов, которым эти армии и принадлежат. В столице открывается второй фронт. Глава Днепропетровской области Коломойский объявляет войну власти, когда понимают, его лишают контроля над нефтяной отраслью. Вместе со своими людьми в Киеве он штурмом берет офисы компаний «Укртранснафта» и «Укрнафта» и даже обещает развернуть все свои батальоны с юго-востока страны на столицу. Но конфликт заканчивается так же неожиданно, как и начинается. Редкий случай в мировой политике. Главу одной из областей якобы независимой страны вызывают на ковер. К американскому послу Джеффри Пайету, после чего Коломойский тут же объявляет об отставке. Вслед за этим событием страну накрывает волна политического террора. В середине апреля только на одной неделе четыре заказных убийства на Украине. Редактор регионального издания Ольга Мороз найдена с пробитой головой. В Киеве убит журналист Сергей Сухобок. Бывший депутат Верховной Рады от партии регионов Олег Калашников застрелен у дверей квартиры. Известный писатель и журналист Олесь Бузина получил четыре пули во дворе своего дома. Масло в огонь во время и без того хрупкого перемирия на юго-востоке Украины подливает десант американских инструкторов. В конце апреля 290 военных на Яборовском полигоне на западе страны начинают тренировать подразделения так называемой национальной гвардии. При высших американских военных лично приветствует Порошенко, напрямую нарушая пункт минских договоренностей о выводе всех иностранных военных с территории Украины. Остальные пункты ждет та же участь. Не снята ни экономическая, ни социальная блокада Донбасса. Нет амнистии участникам боевых действий. Нет конституционной реформы по децентрализации власти. Нет у Донбасса и особого статуса. Но националистам из правого сектора и партии Свобода и этого мало. Уличные бои идут уже у Верховной Рады. Разъяренная толпа набрасывается на сотрудников правоохранительных органов. И только полторы сотни человек ранены. Трои вынослужащих нацгвардии погибли. Вообще в этом году бои с участием националистов происходили не только на Востоке и в столице, но даже на западе страны. Сводки о погибших и раненых приходили из-под города Мукачево в Закарпатской области. 11 раненых, трое убитых. Так правый сектор делил потоки контрабанды с местными правоохранительными органами. А того, что еще можно поделить, в стране становится все меньше. Под управлением министра финансов с американским гражданством, бывшего советника Госдепа США Натальи Ересько, уровень инфляции составил рекордный за всю историю существования гривны 44%. Национальная валюта обесценилась почти в три раза. При этом тарифы на ЖКХ стали по-европейски высокими, увеличились в пять раз со времен Януковича. В ответ бастуют все и голодные шахтеры, и живущие на грани нищеты пенсионеры, и недовольные экономической обстановкой в стране члены правого сектора. Пикетируют и Нацбанк, и администрацию Порошенко, и даже американское посольство. Что, конечно, нонсенс в мировой политике. Прекратить экономическую катастрофу в своей стране жители требуют у представителей другого государства. Валвый внешний долг Украины растет с космической скоростью. Он уже превышает 127 миллиардов долларов. Это 135% ВВП. И украинское правительство действует по простой формуле. Где бы занять еще, чтобы обслуживать старые долги? Помогите не словом, а поможите долларом. Помогите не словом, помогите долларом, а точнее миллиардами долларов. А таких желающих, похоже, нет. Правительство Яценюка вводит мораторий на выплату трехмиллиардного долга России. При этом крайне нелогично ведет себя подконтрольный американцам Международный валютный фонд, который ради Украины меняет одно из своих самых строгих правил, не позволяющие предоставлять кредиты странам, которые по долгам не платят. Власть не справляется, легионеров присылают из-за рубежа апофеозом антикоррупционной борьбы на Украине. Эксперты называют назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост губернатора Одесской области. Никого при этом не смутил тот факт, что на родине его как раз обвиняют в коррупции. Теперь в этом же его обвиняют и на Украине. Впрочем, как и другого протеже американца, премьера Яценюка, украинская прокуратура расследует его возможную причастность к коррупционной афере на сумму в 90 миллионов долларов. Премьера даже пытаются убрать с трибуны Рады. Американский ингредиент Джо Байден, куратор украинского проекта, называет страну самой коррумпированной в мире. Не в силах изменить будущее, украинские власти в этом году развернули настоящую войну со своим прошлым. Пощечиной ко дню победы стало решение Верховной Рады приравнять украинских националистов из ООН, из УПА, то есть тех, кто в годы войны сотрудничал с гитлеровцами, к ветеранам Великой Отечественной. А сам термин «Великая Отечественная война» изъяли из обращения. Теперь на Украине, правильно говорить, вторая мировая. Параллельно в стране запретили коммунистическую партию, вообще идеологию и даже символику, приравняв к фашистской. Переписано и недавнее прошлое в нарушении украинской же конституции. Верховная Рада приняла документ, по которому в стране было не пять, а четыре президента. То есть Янукович не в счет. Последний подарок украинцам на Новый год от властей, принятый под давлением МВФ-бюджет. Правда, представляя его в Раде, Яценюк сам признался, он, цитата, не самый лучший. Ведь потратить можно только то, что заработали. А всем понятно, в этом году Украина заработала только очередные долги. Наталья Юрьева, Ирина Близнюк, Ольга Князева и Александр Гусев. Первый канал.